Доброе утро, день или вечер, мои дорогие инопланетные слушатели и зрители. С вами Мантийка, и сегодня, пока вы смотрите, соответственно, как я рисую, поговорю с вами про утилизацию продукта для художников. Ну, утилизация продукта — это очень скудный перевод с английского мной. А термин, скажем так, услышан от, я бы не сказала, бизнес-коучей, но что-то типа того в рамках Ютуба. То есть есть одна блогер, которую я смотрю, и она рассказывает именно про развитие себя в соцсетях как бизнеса. Меня интересует составляющая именно развития, не столько бизнеса, потому что превращать себя полноценно в продукт я не очень хочу. Но она придумала, ну, я не скажу, что это она придумала, но она пропагандирует очень умную штуку. У нее есть порядка четырех-пяти соцсетей. И что она делает, так как ее не хватает одной, да, на создание уникального контента для всех этих соцсетей, она переиспользует. То есть, допустим, сделав пост в Инстаграм в более кратком формате, так как не позволяют знаки, она может на ту же тему сделать видео на Ютуб. и там еще более раскрыто записать с кем-то подкаст, да, там на час-два и так далее. Вот. Это в грубой форме утилизация продукта. Для художника под утилизацией продукта я понимаю перераспределение своего продукта. То есть, вот ты нарисовал иллюстрацию, и что ты с ней дальше будешь делать? То есть, ну, понятно, что как минимум есть два пути. Эта иллюстрация пойдет в твой портфель, если тебе она нравится, и, соответственно, она пойдет в Инстаграм, потому что это социальные медиа сегодняшнего дня, и я не видела ни одного человека, у которых их нет. Вот. Это, ну, это мелочи. Но, на мой взгляд, нужно думать немножко шире, немножко дальше. То есть, даже тот спидпейнт, который вы сейчас смотрите, это моя утилизация продукта. То есть, у меня по умолчанию включена запись видео, когда я рисую на, там, айпаде, да, когда я создаю иллюстрацию. И, соответственно, на финале у меня есть и иллюстрация, и видео. Эту иллюстрацию я могу сохранить без фона в формате PNG и загрузить на как минимум два-три сайта, создавая при этом мерч абсолютно бесплатно. И он будет там. То есть, этот мерч, он будет там через год, через два, через пять, через десять. Вот. Это уже три площадки. Это уже четыре площадки. Инстаграм, портфель, ютуб, любой мерч. Да, то есть, здесь можете взять за основу один сайт, два сайта. У меня перераспределение идет без портфеля, потому что его сейчас нет. У меня есть инстаграм, ютуб. Я загружаю, соответственно, иллюстрацию на мерч на одном сайте, и я загружаю ее как объект для распечатки на другом сайте. Вот. Это четыре уже перераспределения, да. То есть, вот. Это и есть утилизация продукта, по сути. То есть, ты ищешь способы сделать этот продукт максимально тебе полезным. И, да, я называю иллюстрацию продуктом, потому что в данной ситуации это проще. Вот. Потому что у вас может быть не там тематическая иллюстрация, у вас может быть портрет, у вас может быть, я не знаю, картина, у вас может быть еще что-то. Проще всего объединить это под продукт, потому что это что-то, что вы произвели. Вот. Собственно, это все. И таким образом, возможно, сегодня я не сделаю каких-то крутых денег на этом, да. Но это база, которая со мной будет. Там по окончанию... А, и по окончанию инктобера я выпущу раскраску со всеми иллюстрациями. Это мое пятое перераспределение. Вот. И я считаю, что это офигенно. Вот так вот работать со своими работами. Простите меня за тавтологию. И мне бы очень хотелось, чтобы все начинающие, неначинающие художники могли продумывать вот такие штуки. Потому что это круто, и это очень тебе помогает. Что ж, до новых встреч. С вами была Мантийка. Пока-пока. Пока-пока.